Добрый день, меня зовут Оксана Кобелецкая, я мама пятерняшек. Давида, Дениса, Влада, Даши, Саши и моя старшая доченька Алиса. Начнем с того, что я не знала, что я беременна. И я просто пошла на УЗИ с очередной проверкой просто здоровья. Врача стало очень такое неоднозначное страшное лицо. Ну, я, честно говоря, там испугалась, ну, что она там могла увидеть, рак, опухоль или... Ну, то есть первая мысль была именно такая. Теоретически, возможно, беременность и, как бы, ну, почему такое лицо? Когда начала считать, раз, два, три, там, пять, может быть, вот здесь вот шестой прячется, и я не могла понять вообще, о чем это. Врач повторял о том, что это случается в жизни врача, только раз в жизни может такое произойти. У меня была еще дочь, ей еще и трех лет не было. Первые эмоции – это был шок. Когда муж узнал, он тоже был в шоке. Поначалу сказал, я хочу этих детей. Потом начал хвататься за голову, как с этим справиться, где жить, что есть, как выруливать в этой ситуации. Моя беременность называли трихориальное, пятиамниотическое, то есть плодов пять, но три плаценты, то есть две пары однояйцевых близнецов. Две пары – это мальчики, Денис с Владом однояйцевые, девочки Саша с Дашей однояйцевые, и отдельно был Давид. Я всю беременность практически провела в роддоме. Я не могу сказать, что беременность была тяжелая или сложная. Аппетит у меня был втрое-четверо намного сильнее, чем при обычной беременности. И было уже тяжело ходить, когда там отеки, ноги как тумбы. Спать не могу, и было страшно, что все начнется раньше времени. Сейчас уже трудно вспомнить, но за ним коленок я не видела. Я и сидеть-то толком не могла, но и ноги уже практически не видела. После рождения Петерняшек Оксана в корне поменяла свою род деятельности и начала вести свой блог. Возможно, сейчас вы тоже прощупываете для себя что-то новое и хотите поменять работу. И у нас есть для вас идея. Попробуйте IT. И речь не только про программирование. Все-таки это не для всех. Мы хотим рассказать вам про профессию аналитик данных. Аналитик данных – это человек, который разбирается в больших и довольно хаотичных объемах информации. Он изучает поведение пользователя и решает, какие рекламные каналы наиболее выгодны, какие дела эффективны, а какие нет. Это неимоверно популярное направление сейчас, а хороших специалистов мало. Отсюда высокий спрос и зарплата от 130 тысяч рублей. Поэтому советуем обратить внимание на курс «Аналитик данных» от SkillFactory. Его можно изучить с нуля всего за полгода, вне зависимости от того, какое у вас образование, сколько вам лет и кем вы работаете. Специальные навыки не требуются. Обучение начинается с самого простого – Google Таблиц, а не со сложного программирования. Вы изучите все необходимые инструменты, научитесь работать с базами данных и делать красивую визуализацию. Учеба не привязана ко времени и вебинарам, только вам решать, сколько вы будете заниматься – 20 минут в день или 5 часов. И что важно, вас ждет авторская программа от действующих специалистов из Яндекс, ВКонтакте, Озон и других IT-гигантов. Это значит, что на выходе вы получите именно прикладные знания, студенты курса находят работу уже во время обучения, а помогает в этом карьерный центр. Переходите по ссылке в описании, вводите наш промокод тут на скидку в 45% и начинайте свою карьеру в IT уже сегодня. Для пятерняшек срок хотя бы 28 недель. Это считается, ну, как бы, уже более-менее не созревшие. Почти 31 неделя считается более-менее нормальным сроком. Ну, естественно, это недоношенные дети. Мои роды, ну, это прежде всего было экстренное Кесарево. Это такая вот была слаженная работа очень большого количества людей. То есть это было такое вот действо, где я там чисто так сбоку наблюдала. После родов я поехала в одну реанимацию, дети поехали в другую реанимацию. Поэтому первое, что я увидела своих детей, это в новостях. То есть когда я впервые увидела их вживую, честно говоря, я была не готова, что они такие маленькие, такие беззащитные. То есть у недоношенных детей подкожного жира совершенно нету. То есть там просто косточки и кожица. Они такие вот, то есть... Вроде ножка такая уже большая, но тоненькая-тоненькая-худенькая. Честно говоря, было просто страшно к ним прикасаться. До сих пор вот эти вот эмоции. Мы попали домой уже, ну вот как 40 недель. Исполнилось через два месяца. Вообще вот в тот период, конечно, это была очень большая поддержка от города. На следующий же день после родов приехала вице-мэр ко мне в роддом. Пообещали нам квартиру новую, пятикомнатную, которую нам дал город. Потом президент нам подарил машину. Мэр нам выделил ежегодную материальную помощь. Была поддержка очень мощная. Зайки, тут интервью не мешайте. Хорошо, Зайки? Когда нас выписали, конечно, для меня было это страшно, потому что в больнице есть медперсонал, который поможет. Дочь очень сильно соскучилась, старшая. И хочется ей больше уделить, потому что ребенок уже сколько времени, он практически полгода, старшая дочь меня видела чисто так по полчаса. Она не понимала, почему я должна свое внимание делить на шесть, а не на два. Ей этого внимания и ревность была, и друг друга пытались мутузить от меня, но старалась это все как бы гасить тем, чтобы каждый из них чувствовал, что им достается поровну. Первые месяцы я, честно говоря, не помню, сколько я там спала, вообще спала, что происходило. То есть это было вот так вот, то есть что-то проносится, ты решаешь регулярно какие-то такие вот задачи. Было очень много поддержки. Это мне все давало вдохновение, давало силы. С другой стороны, был муж, который говорил мне тяжело, это я делаю не так, здесь я не то делаю и здесь. И, короче, я помню те моменты, когда муж предавал, и я понимала, что я дальше не смогу сама выжить, если буду терпеть дальше эти предательства. Я до сих пор помню, это было 15 января 2017, то есть детям было чуть больше 6 месяцев. Тогда он уже просто собрал вещи и уехал, не вернувшись. Но по факту-то разногласия и как бы понимание, что нам не по дороге было раньше намного. Самая, конечно, главная была причина – это вот психологический абьюз. И я понимала просто тогда, что без него мне будет намного проще. После расставания он просто пропал. Я его вызванивала, потому что старшая дочка, конечно, скучала за папой, поэтому плакала. Он в зависимости от настроения и своих планов изредка появлялся, забирал ее. Но именно вот желания, чтобы он хоть раз его изъявил, не было. А с пятерняшками он как вот уехал, он их ни разу не видел. Мне, конечно, обидно именно за детей, что они плачут, спрашивают, где папа. Когда он подал в суд на то, чтобы даже не платить минимальные алименты, я подала на лишение родительских прав, так как уже к тому времени, несколько лет, он детей не видел. Ни финансово, ни морально, ни физически никак не участвовал в нашей жизни. После родовая депрессия для меня это было просто роскошь. Ну, как бы то, что я не могла себе позволить. Слава богу, хоть к тому времени у нас уже была няня, которая более не менее знает детей. Я понимала, что это вот необходимость прежде всего для меня, для выживания. Если не будет няни, я не смогу прежде всего работать. Бабушка переехала, взяла на себя их кормление. То есть для них стала просто второй мамой. Когда они были маленькие, еда занимала, наверное, пол нашей жизни. Заканчивали кормить, мить и готовились к следующему кормлению. Когда был прикорм, чтобы одновременно, то есть один мог покормить одновременно двоих, то есть отецов в это одному ложку, потом другому, одному другому. Уже двоим было покормить намного сложнее. Ты бегаешь среди стульчиков троих. Поэтому нам тогда нужно было хотя бы трое человек. Потом, когда они начали уже самостоятельнее кушать, то, в принципе, один человек справлялся. У нас для каждого малыша выделено свое место. И на этом драки прекратились за место. Иначе были драки и плач. Вообще, если так вспомнить вот это вот время, когда дети болеют, у меня такое ощущение, что это треть нашей жизни. Потому что, как недоношенные дети, они и плюс их сразу много, то есть это мини-коллектив с рождения. Старшая, может быть, не болеет, она здоровая девочка, но она может быть переносчиком. Взрослые могут быть переносчиками. Они хватали, каждый вирус, вот, ну, то есть так, один заболевал, сразу остальные подхватили. И я сейчас, наверное, не вспомню, чем мы только не болели. По характеру я, например, даже не представляла, что родные люди могут быть настолько непохожие и разные. Особенно однояйцевые близнецы, что они могут быть антиподами, ну, то есть, вот, как разнозаряженные магниты. Общение между детьми – это тоже такое вот приключение, потому что они и дружат, и дерутся одновременно. Игра превращалась в кусание, рев и все остальное. Когда приходила к тому же педиатру, боялась раздевать ребенка, потому что дети были практически все вот в таких вот синяках, кромоподтеках. Ну, то есть, и не то, что я там их где-то ронял или, не дай бог, убили, они вот так вот друг с другом взаимодействовали, они постоянно кусались. Драки, постоянно какие-то ссоры, и в то же время они лучше друзья. Ну, то есть, это все одновременно, как бы, их общение – это маленькая жизнь. Аккуратно… Ой, Влад, ну, не надо, Денечка, аккуратно. Я хулиган. На данный момент я частный предприниматель. Моя основная работа – это в сети, социальной сети. В данный момент мы живем – это социальные выплаты, помощь города и то, что дает социальная сеть Инстаграм. Хороший вопрос – устала ли я. С одной стороны, да, бывает, устаю, с другой стороны, дети – это именно та движущая сила, моя сила и мое вдохновение, которое меня движет вперед. Быть мамой пятерняшек – это испытание и самое крутое впечатление и приключение в жизни. Субтитры подогнал «Симон»